Всем привет! Меня зовут Лиза. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня я хочу с вами поговорить не о красивостях, а о полезностях. Для кого не секрет, что мы живем в доме с проведенным газопроводом. То, что это старый дом. Кто смотрит мой влоговый канал, я уже не раз жаловалась о том, что у нас периодически пахнет газом. Я помню даже случай, когда с 1 декабря на 1 января мы вернулись домой после празднования Нового года от родителей. Это было где-то в районе часов 6 утра, может быть полшестого. И мы не спали до 9 или до 10 часов, мы ждали газовщиков, потому что когда мы приехали, у нас в подъезде жутко воняло газом, и это очень печально. Так вот, да, после таких ситуаций начинаешь, еще особенно если у нас начитаешься новостей о том, что где-то из-за газа взорвался дом, становится страшно. Начитавшись и наслушавшись таких страстей, я пришла к выводу, что нужен какой-то сигнализатор, что ли, какой-то приборчик, который будет показывать, и будет предупреждать о том, что ситуация плоха, нужно срочно открывать окна, двери и бежать. Начала искать, присматривать, и таки нашла я такую штучку. Нашла я вот такой вот сигнализатор утечки газа на сайте даджет. Вот так вот он называется. Предупреждает об опасной концентрации бытового газа, позволит вовремя среагировать и принять меры. Устройство предназначено для определения концентрации бытового газа в помещении и сигнализации об ее опасном уровне. Сигнализатор незаменим, в случае использования оборудования на газу он в свое время предупредит вас об утечках. Да, так как у нас кухня все еще ждет ремонта, соответственно, трубы старые, плита старая, да и соседи. У нас есть дедочек один, который уже и газом нас травил, и дымом чуть не сжег. В общем, такой прибор просто был нужен. Выглядит сие чудо вот так вот. Очень просто, очень лаконично и понятно. Даже не вчитываясь в инструкцию, можно сразу разобраться принципы его действия. Здесь есть экранчик, на котором отображается уровень концентрации. В комплекте есть вот такая вот небольшая инструкция, где все просто и понятно. Кстати, что я вам рассказываю, давайте попробуем. Данный прибор работает от 220, то есть его можно спокойно просто включить в розетку и все. Все, и замечательно. Включаем. Пять раз пикнул, все. И далее приборчику нужно где-то 4 минутки, чтобы он вработался, скажем так. Пока его отложим. При утечке газа на экранчике отображаются цифры от 1 до 9. Я вам сейчас зачитаю, потому что я не запомню. В диапазоне цифр от 3 до 5 загорается красный индикатор состояния. Сигнализация издает медленный звуковой сигнал. В диапазоне цифр от 6 до 9 также горит красным индикатор состояния. Сигнализация издает быстрый звуковой сигнал. Если концентрация газа достигает опасного уровня, на дисплее загорается буква А. Звучит сигнал тревоги. Мы его потестировали, но ни разу не доводили наши тесты до состояния вот этой А. Я не представляю, как он будет орать при состоянии А, если даже вот просто он, когда короткими такими звуками орет, это уже просто очень громко и невыносимо. Когда же вот начинаются цифры 6-9, то он просто дико орет. Я не представляю, куда еще сильнее. Какой же я для себя поняла применение данного прибора. Все-таки это не тот прибор, которым можно походить по подъезду и посмотреть, есть ли где-то утечки. Потому как концентрация эти не опасна и прибор не настроен для их определения. Потому как если бы он был настроен более чувствительно, то были бы ложные срабатывания. Инсультировалась по этому вопросу с представителями сайта, на котором представлен данный прибор. Мне рассказали доходчиво. Кстати, отвечают ребята оперативно, за что огромный плюс. Проконсультируют, если есть какие-то вопросы, потому что я приставала к ним с вопросами некоторыми. Какой я вывод для себя сделала? Где он применим? Данный прибор, знаете, применим именно в таких вот глобальных утечках. То есть данный прибор действительно поможет реально спасти жизнь, допустим. Потому как в случае, да, вы уснули, произошла утечка газа, и вы можете просто не почувствовать, что это произошло во сне. Либо просто задохнуться от этого газа, либо может случиться страшно и рванется нахрен. Данный же прибор, даже если, я не знаю, каким нужно просто крепким спать сном, чтобы он вас не распудил. Мне кажется, он разбудит даже мертвого. Потому что он настолько громко пищит. Давайте, наверное, с вами попробуем. Но сразу предупреждаю, что это будет громко. Я не буду его доводить, наверное, до этого состояния, чтобы он прям непрерывно орал. Потому что я боюсь, что мне просто сбегутся все соседи. Орет он дико громко. А моей помощницей в таком тестировании будет такая старенькая зызыгалочка. Так, сейчас как-нибудь сделаем так, чтобы вам было видно. Слышно, да? Все, концентрация падает, прибор перестает орать. То есть даже от зажигалки... Блин, кажется, я слишком много. Все, тихо, все, нету тут уже, нету! В общем, да, как вы можете слышать, прибор орет просто дико. Я боюсь, честно, его пытаться заставить орать громче, потому что это очень сильный громкий звук. В общем, принцип действия, я думаю, вам понятен этого приборчика. Орет громко. Разбудить разбудит точно. Именно этот прибор предназначен для того, чтобы предотвратить какую-то опасность. Не знаю, по мне, если у вас есть газовое какое-то оборудование дома, такой прибор должен быть просто дома. Он может просто порой спасти жизнь. И, кстати, что хочу сказать, да, еще меня просто поразил, наверное, ассортимент гаджетов, представленных на этом сайте, потому как это какие-то настолько какие-то небанальные, интересные штуковины, честно говоря, я просто не встречала где-то. Вот, допустим, когда я искала вот этот сигнализатор, я очень много сайтов перешарила, я не могла найти что-то подобное. Да, у меня был заказ вложен каталог, и я когда полистала тоже каталог, настолько интересные гаджеты, допустим, робот моющий окон. Ну, по-моему, это просто мечта любой девушки. Принцепил себе на окошко робот, и он тебе намывает окошки. Круто. Света будильник. Тоже весьма интересно. Турбо-сушилка. Ну, вот это вообще очень такой вот... Необычный прибор. Тоже такой интересный, интересная штуковина, сотовый телефон с улучшенным приемом. Мне кажется, то есть это сотовый телефон в виде такого домашнего, стационарного телефона, мне кажется, такой вариант будет идеальный для дачников, к примеру. Почему бы и нет? Чего только у них тут нету. 3D-ручки. В общем, огромный ассортимент такого, знаете, гаджетов 21 века. Вот, можно видеть, что датчик успокоился, газ рассеялся, и датчик опять показывает ноль. Утечки у меня нету, я могу жить спокойно. Я все же надеюсь, что данной штукой никогда меня среди ночи не разбудит. Но все же, имея такой маленький агрегатик дома, я буду спать спокойнее. Все ссылочки, конечно же, будут в инфобоксе, как всегда. Если вам понравилось это видео, мне будет еще приятно, если вы поставите пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал, и всем пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok